Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Разжигать костры, жечь мусор и готовить шашлыки во дворах запрещается. В Самаре с 15 апреля введут особый противопожарный режим. Единовременные выплаты в 100 тысяч рублей, льготы и бонусы. Какие меры поддержки получат водители самарских трамваев и троллейбусов, которые трудоустраиваются в этом году? Не просто вежливость водителя, а прямая обязанность. В Самаре сотрудники ГИБДД проверили, как автомобилисты пропускают пешеходов. Реальная цена дополнительных знаний. Самарские школьники готовятся к выпускным экзаменам, сколько стоят уроки с репетитором. Самара. Вчера, сегодня, завтра. Во Дворце ветеранов наградили победителей литературного конкурса о родном крае. В Самаре введут особый противопожарный режим с 15 апреля. Постановление подписала глава города Елена Лапушкина. Жителям нельзя будет разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест. Запрещено сжигать мусор, траву на территории города, в том числе на территории организации, при усадебных и дачных участках. Запрещается запуск китайских фонариков и других изделий, в которых используются конструкции с открытым огнем. В Самаре, начиная с 1 апреля, новые водители трамваев и троллейбусов получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Для этого нужно пройти полугодовой курс обучения в центре ТТУ и заключить с предприятием трудовой договор на три года. Выплаты новые работники получат в рамках мер поддержки, которые инициировали во время рекрутинговой кампании. Новые условия работы и поддерживающие меры предусмотрены и для кондукторов. Обо всем подробнее расскажет Михаил Ермоленко. После годового перерыва Владислав Турусин возвращается в дружный коллектив Кировского трамвайного депо. Молодой человек учится на историка, совмещая учебу в ВУЗе с работой кондуктора. За зарплату не беспокоится, ее выдают без сбоев. Впервые в трамвайно-троллейбусное управление Владислав пришел в 2020 году во время первой волны коронавируса. Но из-за сессии пришлось уволиться. Сейчас, рассказывает молодой человек, времени стало больше и решил вернуться. К тому же, благодаря мерам поддержки, условия труда улучшаются, усиливается соцпакет. Стабильность работы на муниципальном предприятии, которую так ценит Владислав, самая важная. А еще, заверяет, трудиться на линии ему нравится. Можно снова ездить по городу, общаться с людьми и одновременно приобщаться к богатой истории транспортного предприятия города. Еще будучи школьником, с темой об истории Самарского трамвая он занял первое место в одном из конкурсов. Не исключает, что в дальнейшем возьмет ее в основу дипломной работы. Все пропитано историей и пониманием, что трамваем пользуется огромное количество горожан, и это транспорт, очень нужный для нашего города. У нас есть специальные смены, короткие. В этом плане для трудоустройства и для студентов, в частности, я думаю, лучше не придумать. Трамвайно-троллейбусное управление стремительно развивается, и сейчас ему нужны новые специалисты. Для этого предприятие продолжает активную рекрутинговую кампанию. За прошедшую неделю в ТТУ приняли дополнительно шесть кондукторов. Также трудоустроиться решили еще два человека на должности водителей трамвая и троллейбуса, которым еще предстоит получить квалификацию. Вводятся новые меры поддержки для персонала, как для старожилов, так и для новичков. Особенно необходимы кадры по вакансиям кондукторов и водителей. Подготовка возможна с нуля, причем бесплатно. В ТТУ функционирует учебный центр, где осваивают знания и навыки те, кто хочет стать водителем трамвая и троллейбуса. На период обучения выплачивается стипендия. Иногородним предоставляется место в общежитии. После обучения трудоустройство гарантировано. Молодым сотрудникам уже идет ежемесячная стимулирующая выплата. Также у работников ТТУ есть льгота на бесплатный проезд в трамваях и троллейбусах. В дальнейшем перечень транспорта будет расширен. Индексация заработной платы проводится регулярно. Например, в прошлом году суммарно более чем на 18%. А уже с 1 апреля зарплату водителям повысят сразу на 20%. Индексация ждет и кондукторов. Все эти меры направлены на то, чтобы у предприятия имелся необходимый водительский штат. И конечной целью этого является увеличение выпуска трамваев и троллейбусов по городу, чтобы пассажиры чувствовали себя удобно, комфортно и могли пользоваться городским электрическим транспортом. Одна из последних мер, которая также начнет действовать в апреле, это единовременная выплата новым водителям электротранспорта. Для этого кандидату на управление трамваем или троллейбусом нужно сдать на права в учебном центре предприятия. Единовременные выплаты предусмотрены ученикам нашего учебного центра, которые пройдут обучение в течение 6 месяцев, получат после обучения водительские права категории трамвай или троллейбус, заключат с трамвайно-троллейбусным управлением договор о трудоустройстве, и этот человек сразу получит вот эту денежную сумму в размере 100 тысяч рублей. Работа в муниципальном предприятии – это стабильность, подчеркивают сотрудники. Белая своевременная зарплата, стаж, бесплатное обучение с выплатой стипендий в размере МРОД, который скоро повысится. Водители и кондуктора к основному отпуску получают дополнительные дни отдыха. На предприятии есть возможность повышать водительскую квалификацию, а также участвовать в конкурсах профмастерства городского и всероссийского масштабов, по результатам которых также можно повысить статус и увеличить свой доход. С каждым годом муниципальное предприятие развивается. Приходит новая техника. Например, в прошлом году в Самару доставили 22 «Адмирала» – ультрасовременные троллейбусы с кондиционерами. Старая техника при необходимости ремонтируется. Для этого в управлении есть специальный цех. Кроме того, во взаимодействии со специалистами из Екатеринбурга прорабатывается вопрос капитально-восстановительного ремонта старого парка – моделей «Татра Т-3». При этом масштабное обновление обойдется дешевле закупки абсолютно нового транспорта. Однако и на новые вагоны тоже рассчитывают. Сейчас заявка на приобретение 34 современных низкопольных трамваев находится на рассмотрении в Москве. Будут заниматься и ремонтом городских трамвайных путей, прежде всего на улицах Новосадовой и Ташкентской. А на пересечении Ставропольской и Нововокзальной планируют реализовать проект реконструкции транспортного узла и открыть новые маршруты. В реализации масштабных планов и обеспечении стабильности транспортного сообщения наличие квалифицированных кадров имеет важнейшее значение. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Сократить число аварий с участием пешеходов – главная задача самарских инспекторов ДПС. Еженедельно сотрудники госавтоинспекции устраивают профилактические рейды, которые направлены на профилактику ДТП. Один из таких прошел на улице 22-го портсъезда. В рейд отправилась и наша съемочная группа. Александр Бугаков – опытный водитель. Встречи с инспекторами на дороге у него происходят нечасто. Последний штраф получал около трех лет назад. Сегодня торопился на помощь к жене. Она пробила колесо, поэтому не пропустил пешехода. Обычно всегда соблюдаю пешеходов, пропускаю обязательно. Вообще за соблюдение ПДД. Целиком и полностью. Безопасность дороги – самое главное. Да, сегодня не заметен за погодных условиях, но впредь буду более внимательным и более бдительным на дороге. В такие погодные условия нужно быть особенно внимательным на дороге и соблюдать ПДД в первую очередь. Водителям, которые не пропускают пешеходов, грозит штраф от полутора до двух с половиной тысяч рублей. С начала года в Самаре зафиксировали 113 дорожно-транспортных происшествий, в которых 138 человек получили ранения различной степени тяжести. Два человека погибло. Аварии происходят не только по вине водителей, но и по вине пешеходов. В этом году таких было 18. В целях профилактики сотрудники ДПС регулярно проводят рейды и проверяют, как автомобилисты соблюдают правила дорожного движения. Госавтоинспекция города Самара принимает меры профилактики дорожно-транспортных происшествий, а также выявления причин административных правонарушений, влияющих на аварийность. Необходимо пешеходам учитывать тот факт, что водителю потребуется время для остановки транспортного средства с учетом погодных условий и дорожного покрытия. Пешеходам нужно помнить о том, что пересекать проезжую часть можно только убедившись, что водитель вас пропускает. Ребенка на переходе необходимо держать за руку. Во время рейда инспекторы ДПС выявили 15 жителей города, которые переходили дорогу, нарушая правила. Административный материал составили также в отношении 21 водителя, которые не предоставили преимущества пешеходам. Максим Магомедов, Николай Епифанов. События. Всего два месяца до безвыигрышной лотереи. Именно так самарские школьники охарактеризовали предстоящие экзамены. В конце мая, начале июня ученики 9-11 классов приступят к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Готовиться к ним многие начали еще в начале учебного года. Повышенный спрос на репетиторов, утверждают специалисты, итог дистанционного обучения, которое приходилось то и дело вводить в учебных заведениях из-за пандемии COVID-19. Какова реальная цена дополнительных знаний, выясняла Ольга Павлова. В изучении английского языка шестилетняя Софья делает только первые шаги. Занятие начинается с аудирования и попытки запомнить сложные и пока еще совсем непонятные слова. Я люблю больше всего говорить «фрукты». Почему? Потому что они легкие. Куда сложнее приходится брату Софьи девятикласснику Илье Шишкину. Предстоящий основной государственный экзамен ему придется сдавать после дистанционного обучения, в которое класс то и дело отправляли из-за пандемии COVID-19. Когда только пандемия началась, мы были совершенно не готовы к дистанционному обучению. И погружение это произошло слишком резко. И оно было стрессовым как для детей, как для учителей, так и для родителей. Родители были в панике, где найти всю технику, как изучить все информационные платформы, как подключаться. Чаты взрывались просто от сообщений в этот период. Учителя тоже, особенно учителя в возрасте, они испытали много трудностей. В результате снижение успеваемости, нежелание выполнять домашнюю работу и, как следствие, запущенная программа. Репетитору по русскому языку теперь приходится платить 600 рублей, по математике 500 и 475 по английскому языку. Все за академический час. Это еще в семье Шишкиных прилично сэкономили. От предложений, которые пачками выкладываются в интернет, и реальных цен за дополнительные знания становятся не по себе. От 600 до 3 и 3,5 тысяч рублей требуют, к примеру, репетиторы по математике и физике. Чтобы подтянуть знания по английскому языку, придется выложить от полутора до трех тысяч и выше. Цена варьируется вообще в таких диапазонах неожиданных порой. Ну, как бы мы нашли для себя приемлемых по цене педагогов, но при этом и качественно предоставляющих знания. Но индивидуальные занятия, утверждают эксперты, подходят далеко не каждому ребенку. Гораздо более эффективными и полезными для некоторых станут групповые, особенно если дело касается изучения языков. Во-первых, в группе проще отработать диалоги, а во-вторых, между педагогом и учениками происходит общение в режиме реального времени. И самое главное, занятие в группах сильно не ударит по родительскому карману, что тоже является приятным бонусом. Стоимость академического часа в группе стоит 400 рублей. То есть 45 минут, 400 рублей, 3200 месяца обучения. Как правило, дети у нас занимаются два раза в неделю по 45 минут. Это мы говорим о, например, дошкольниках плюс начальная школа. А подростки, они занимаются уже побольше, 55 минут. И в этом случае стоимость 475 рублей за академический час. Если индивидуальный формат, то 800 рублей стоит занятие. Еще один формат дополнительного обучения, который довольно прочно вошел в нашу жизнь, это общение с репетитором онлайн. Главное его преимущество – занятие может идти из любой точки мира. Такой способ обучения подходит для усидчивых ребят, а также для тех, у кого есть стимул и мотивация. А бывает такое, что подростки, они отказываются прям камеру включать в телефоне. Это тоже частый случай. Мы с этим стараемся работать с помощью родителей, либо с помощью именно разговоров. Потому что, конечно, однозначно эффективнее, когда ты видишь человека, видишь его реакцию. Не только слышишь голос, но и понимаешь, насколько усвоится материал именно просто в визуальном контакте. Параллельно с подготовкой КГ Илья Шишкин занимается английским дополнительно. Молодой человек планирует сдать международный экзамен на знание языка и выучиться на программиста. Для этого нужно просто очень хорошо знать английский. Так, там много очень программ написано именно на английском языке. Да и в принципе, очень много кто из IT-сферы разговаривает только на английском языке. Так же, как и для коммуникации. Это очень полезно. Ну а шестилетняя Софья в этом году впервые пойдет в школу. Девочка так же, как и брат, начала заниматься английским в раннем возрасте. Как и прежде, предпочтения родители Сони отдали групповым занятиям для детей младшего возраста. Ольга Павловна, Николай Сидоров, Константин Головин. События. Какую стезю выбрать в жизни? На что направить свою энергию? Возможность узнать об особенностях творческих профессий появилась у самарских студентов. О своей работе им рассказали сотрудники театра, библиотеки и музея. Чем удивляли мастера юных слушателей в нашем сюжете? Сегодня ты слесарь, завтра балерина, послезавтра домохозяйка. Об особенностях творческой профессии самарским студентам рассказала актриса академического театра драмы имени Горького Ольга Жукова. Молодая артистка очень востребована. Она играет роль Дуняши в спектакле «Косатка», «Ассоль в алых парусах», «Лизу в барышне-крестьянке», «Марианну в тортюфе» и точно знает, зачем пришла на подмостки. Театр, он очень открыт, что можно разговаривать способом искусства. И для меня, как для актрисы, для человека, в частности, это очень важно. Потому что я считаю, что театр, он взращивает в нас самые добрые, самые хорошие качества. И действительно, культура, она нужна. И сейчас, в наше время непростое, это один из тех рычагов, на которые можно повлиять на свое сердце, на свое сознание, на свое спокойствие. И внутреннюю такую чуйку хорошую, к добру, к тому, что хорошо, что плохо. И, конечно же, благодаря театру, я думаю, что многие будут больше читать. Это моя такая тоже личная миссия, чтобы мы были не только читающие новостную ленту социальных сетей, а чтобы все-таки открывали книги. В Центре современных инициатив «Стрелка Холл» прошла встреча профориентации учащихся гуманитарных факультетов вузов и СУЗов с представителями творческих профессий, работниками театра, библиотеки и музея. Посетители этих учреждений обычно видят лишь внешнюю сторону профессии. На этот раз им приоткрыли закулисье. Мероприятие будет немного профориентационное, то есть у них появится больше представления о том, как можно реализоваться в данных сферах, как можно найти себя в профессии, чтобы в будущем уже, может быть, чуть лучше видеть свою карьеру. Встреча проходила в открытом режиме. Послушать выступающих мог любой желающий. Виктория Шарая, Василий Колдашов, События. Офисная бумага начала дешеветь. На маркетплейсах пачку из 100 листов можно приобрести от 350 рублей. Пачку из 500 листов от 600 рублей. В самарских гипермаркетах проходят акции. Пачку бумаги для принтера можно купить за 700 рублей, но продают только один товар в одни руки по скидочной карте. Вторую пачку пробьют уже за полторы тысячи. Ранее в федеральном Минпромторге рассказали, что ситуация с поставками офисной бумаги в России стабилизируется к середине апреля. Проблемы начались из-за санкций и логистических проблем. На один из крупнейших комбинатов перестали поступать импортные химикаты. В итоге цена пачки офисной бумаги выросла примерно в 8 раз. С 250 рублей до 2000. На комбинате провели перестройку технологического процесса и нашли новое решение для производства, что позволит полностью насытить внутренний рынок бумагой, уверяют в Минпромторге. Далее коротко о других событиях дня. Российские банки готовятся к внедрению отечественного аналога сервисов Apple Pay и Google Pay, которые стали временно недоступными для жителей страны из-за санкций. Приложение SB Pay создано на базе системы быстрых платежей Банка России. Новое приложение имеет ряд отличий от западных сервисов. Вместо карт к нему привязываются банковские счета клиентов. На первом этапе оплата будет производиться с помощью QR-кодов. Однако разработчики намерены усовершенствовать систему. Самарские правоохранители призывают жителей быть бдительными и не идти на уловки мошенников. Полиция сообщает, что в этом месяце 67-летнюю жительницу Самары убедили оформить кредит и перевести средства на указанный счет. Пенсионерка отдала злоумышленникам более 6,5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. В Самаре дом штабс-капитана Залесова на улице Фрунзе 120А, в котором размещается музей Эльдара Рязанова, взяли под охрану. Соответствующее постановление опубликовали на сайте регионального правительства. Из документа следует, что под охрану попали трехэтажные здания 19 века, оформление фасада, материалы и конструкции, местоположение лестниц, а также оформление интерьеров. Поэты и писатели из Самары, которые только делают первые шаги на своем творческом пути, представили собственные произведения публики и получили экспертную оценку от компетентного жюри, приняв участие в литературном конкурсе «Самара. Вчера, сегодня, завтра». С победителями познакомилась Мария Левина. «Но нет иного счастья в ней, поверьте, и радости натружена многа, чем жизни путь с рождения до смерти пройти по вольным волжских берегам». Близкие сердцу строки зачитывает дочь военного Светлана Макашова. Родилась в Самаре, но пришлось поколесить по стране. Все впечатления и эмоции с юности привыкла переносить на бумагу. Так и рождаются ее стихотворения. В арсенале поэтессы их уже больше двухсот. Благодаря одному из них получила гран-при на литературном конкурсе «Самара. Вчера, сегодня, завтра». Это о том, как человек через всю жизнь проносит в душе то щемящее чувство родины, где он родился, где его корни. Он о том, что человек уезжает, но он возвращается сюда, к своим корням, в свою Самару. Валентин Петухов прошел Великую Отечественную войну, а потом посвятил себя армии. Больше десяти лет служил на Дальнем Востоке. Десантник. За плечами больше двухсот прыжков с парашютом. На гражданке трудился уже на другом, невидимом фронте. В коммунальных сетях следил, чтобы в каждом доме Самары непременно было тепло. У Валентина Александровича два технических образования и философское. Из-под его руки вышел труд о разнице поведения мужчин и женщин. А в свободное время фронтовик пишет стихи. Это занятие пронес через всю жизнь. А сегодня в свои 94 также принимает награды и поздравления. Ну там были, значит, у меня всякие, значит, припоны. Смеялись немножко надо мной. Так. Но закончилось это тем, что я попал сюда вот по этому стиху. О Самаре. Руки к небесам подняли крылья. Как на старте устремилась сверх ракета. Здесь мечта о небе стала былью. Творческий конкурс «Самара» вчера, сегодня, завтра ориентирован на выявление талантливых авторов, создание возможностей для их самореализации и профессионального роста, а также на популяризацию деятельности поэтов и писателей, в том числе инвалидов, среди жителей Самары. Тема литературного состязания «Город, в котором мы живем». Для того, чтобы, конечно, в первую очередь дать возможность вам показать свои произведения жителям города Самары. Потому что это очень важно, когда мы знаем историю нашего города и когда мы заглядываем в будущее и думаем, как наш город будет жить завтра. Всего работ было более 100. У нас есть в нем напечатано 32 произведения в номинации поэзии или 9 работ в номинации проза. Это тоже, в мой взгляд, хороший такой результат работы. По итогам конкурса издали сборник тиражом 100 экземпляров, куда вошли отобранные членами жюри 40 лучших работ. А также записана аудиокнига. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Матч Крыльев-Советов и Уфы в чемпионате России по футболу рассудит арбитр Чистяков. Баскетболисты Самары 3 на 3 дошли лишь до четвертьфинала турнира в Санкт-Петербурге. А женская баскетбольная команда продлила соглашение с тремя игроками на следующий сезон. Подробнее в рубрике «Новости спорта». Назначенная арбитра на матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Игру Крыльев-Советов Уфа, которая состоится в Самаре, будет обслуживать следующая бригада. Главный судья Артем Чистяков из Азова. Помогать ему будут Андрей Оброско из Ставрополя и Андрей Гурбанов из Краснодара. При судействе Чистякова Крыльев-Советов без учета встречи молодежной команды провели шесть игр. Самарцы победили пять раз, в том числе в Кубке России в 2017 году, когда переиграли «Локомотив» на стадии 1-16 финала. Еще четырежды побеждали в матчах первенства России. Единственное поражение Крыльям нанес Рубин в чемпионате России в 2016 году. Исправить статистику волжане смогут уже в эту субботу в 15 часов. В Санкт-Петербурге состоялся финальный раунд открытой межрегиональной лиги по баскетболу 3-3. Игроки Самары выбыли на стадии четвертьфинала. На групповом этапе волжане обыграли белорусский «Островец» 11-10, но уступили их землякам из команды «Беларусь» 14-21. Выйдя в плей-офф со второго места, в четвертьфинале Самара встретилась с ананома и уступила 14-21. Женская баскетбольная Самара ведет работу по формированию состава на следующий сезон. Накануне клуб продлил соглашение с Ольгой Новиковой, Дарьей Колосовской и Анастасией Комаровой. Все три спортсменки пришли в команду прошлым летом и помогли Самаре освоиться в премьер-лиге. На троих они набирали по 23 очка в среднем за матч, а также делали более 10 подборов и более 6 результативных передач за игру. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС» – обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участников научат создавать и продвигать молодые волонтерские сообщества. Планируется обучить более 100 человек. Лучшие 50 участников проекта посетят воркшопы и тренинги от спикеров и тренеров региона. Заявку на участие в школе можно подать до 8 апреля, сообщает телеграм-канал администрации города «Вести с Дворянской». Информацию для тех, кто волнуется о судьбе парка 60-летия советской власти, разместила в своем телеграм-канале руководитель пресс-службы мэрии Самара Елена Рыжкова. Встречу с инициативной группой предварительно планируется провести в пятницу. Сейчас администрация города прорабатывает возможные варианты решения, проводит ряд консультаций с профильными ведомствами. Обязательно пригласим членов инициативной группы заранее. Месячник по благоустройству в Самаре начинается традиционно 1 апреля. Однако подготовительная работа проводится заранее. В эту среду в администрации Ленинского района прошел организованный штаб с управляющими компаниями ТСЖ и ЖСК. Планируется провести 4 средника – 6, 13, 20 и 27 апреля. И 3 субботника – 9 апреля Гагаринский, 16 муниципальный и 23 апреля Общегородской. Говорится в телеграм-канале администрации Ленинского района Самары. На территории Самары в рамках национального проекта образования и регионального проекта «Успех каждого ребенка» функционирует единая электронная база всех творческих объединений и секций Самарской области. Официальный сайт – навигатор дополнительного образования. Основная задача портала – помочь родителям и детям выбрать направление, которым хотелось бы заниматься, информирует телеграм-канал Департамента образования Самары. А за новостями в телеграм-канале «Самары ГИС» ежедневно следят почти 2000 пользователей. Подписывайтесь на нас, чтобы в числе первых узнавать о главных событиях в Самаре и регионе. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!